Всем хай! Давайте наберём на этом видосе хотя бы 5... 5 тысяч лайков. И чем больше лайков вообще здесь наберётся, тем быстрее я выпущу обзор на всю свою коррекцию Лего Звёздных войн, она у меня здесь вокруг, вот повсюду. Ну а я желаю вам приятного просмотра, я вас не задерживаю, погнали! Всем привет, меня зовут Игорь Левичев и сегодня я снимаю обзор на всю коллекцию моих игрушек, которые у меня были в детстве. Сейчас мы находимся на даче, где они, собственно, у меня и хранились. Все вот эти ребята, которые тут у меня стоят сейчас на экране, это, конечно же, не все игрушки, которые вы сегодня увидите, Ещё стоит куча вот здесь вот всяких разных ребят. Ну и что же, давайте же начнём. И сразу же скажу, что обзор на коллекцию Лего я пока не знаю, когда выпущу, потому что я пока не могу найти подходящего места, чтобы я смог всю её поставить прям так вот на какой-нибудь большой площадке, чтобы вы увидели просто масштабы этого чуда. Вот. Так что пока что смотрим обзор на коллекцию игрушек, я надеюсь, что вам также он понравится и вам будет интересно. Да, ещё хочу сразу же сказать, что все игрушки, которые вы сегодня увидите, они, можно сказать, все раритетны уже, потому что самые новые, которые здесь вы пронаблюдаете, они выпускались в 2007-2008 году. То есть уже всем этим игрушкам как минимум 10 лет, а то и 20, потому что даже некоторые из них, как, например, вот эти вот старые черепашки, достались мне от моего старшего брата. И в том числе ещё вот этот вот дом Бэтмена тоже 95-го года, но вы сейчас его плохо видите. Естественно, в дальнейшем ещё покажу его лучше. Так что погнали! Сразу же прошу прощения за какие-либо посторонние звуки. Сами понимаете, мы находимся сейчас за городом, поэтому тут вполне могут что-то строить, там стучать молотком или музыка какая-нибудь играет. Ну, в общем, вы поняли меня. Короче, давайте смотреть на общий вид коллекции для начала, а потом всё пойдём рассматривать детально. Здесь у меня стоят игрушки по DC, и также я ещё сюда поставил горгулей. Они сделаны по мультику старому, возможно, кто-то его смотрел. Здесь у меня всякие зверюшки стоят на полу, прямо вдоль, вдоль вот так вот этой линии. Далее здесь очень много черепашек-ниндзя, всяких разных игрушек. За ними там стоят игрушки Marvel, разные Человеки-пауки и всякие там железные человеки и так далее. Также там вы сможете увидеть потом чужого, мне просто некуда было его вставить, поэтому он стоит там. И также здесь всякие покемоны, дегимоны и маленькие человечки также стоят, ну, которых мне некуда было больше ставить. Снизу вы можете увидеть всякие города, железная дорога, всякие индейцы, дикий запад и замки всякие рыцарские. Вот, я даже не знаю, честно говоря, что это за серия была игрушек такая, но вроде как всё из одной серии. Ну, точно не помню. Там у меня за столом стоит ещё куча всяких черепашек и Человек-пауков, я их покажу позже, здесь их не видно. Здесь стоят вообще всякие разные игрушки, но в основном это Power Rangers. И да, тут ещё какие-то трансформеры есть, которые я даже... происхождение которых я даже не знаю, честно говоря. Вот. Ну и ниже расположились все мои машинки. Они вот тут так вот стоят. Такую большую линию, будто бы создают противостояние всем зверюшкам, которые у меня стоят напротив. Вообще, это забавно достаточно смотрится, будто бы вот эта сторона воюет с этой стороной. И они так стоят друг напротив друга и готовятся к сражению. Ну, выглядит прикольно. Давайте сейчас посмотрим на все эти игрушки чуть ближе. Ну что ж, давайте сейчас первым делом взглянем на ребят из серии DC. В общем-то, здесь очень много Бэтменов, как вы можете заметить. И они все стоят вдоль поместья Уэйнов. На мой взгляд, это очень круто, что у меня есть такой дом, потому что он ещё может складываться в такую коробочку переносную. Здесь очень много всяких разных функций, которые даже я всем вам, к сожалению, не смогу показать. Здесь можно пробить стекло. Например, вот будто бы Бэтмен врывается сам в своё же поместье. И также там ещё есть всякие цыплялки для его ног, чтобы он висел кверх ногами. Вот, в общем, прикольные всякие штукенции. Здесь у меня также есть Бэтгёрл. Всякая техника Бэтмена, включая его старый Бэтмобиль. Очень-очень клёвый. К сожалению, у меня не все детали от него остались. Он стрелял такой стрелой. Классно её нет, к сожалению. И также у него были крылья сзади, которые тоже потерялись. Вот. Здесь также есть Супермены. Пара Робинов, которые сделаны по старым фильмам. Здесь вот спереди стоят Гаргули, которые, ну, к Бэтмену и ко вселенной DC отношения не имеют. И здесь также есть всякие злодеи, враги Бэтмена. Естественно, Джокер. Даже целых два. Двуликий, Пингвин, Мистер Фриз. И ещё пара ребят. Например, вот этот чувачок и вот этот чувачок. Которых я просто сюда поставил. Я даже не знаю, кто это такие. Может, они вообще и не из DC. Но я всегда считал, что они из DC. Поэтому поставил их сюда же. Если вы знаете, кто это такие, вот эти два персонажа, то пишите в комменты. Я с радостью узнаю, кто они вообще и что они делают. И здесь ещё один Робин. Я поставил просто так к злодеям. Потому что он почему-то не хотел вставать. Поэтому я его сюда посадил. Он отдохнёт. Там семечки пощелкает. Вот. И, в общем-то, может быть, когда-нибудь встанет в строй рядом с Бэтсом. И вот все игрушки по DC. Теперь будет немножко отвлечённая тема. Это всякие животные. Здесь у меня есть такой небольшой лесочек, в котором стоят два древних человека. Если вы видите их, конечно, они там просто коричневого цвета. Такие сливаются чуть-чуть. И, в общем-то, здесь куча разных всяких животных. Птицы, рыбы, динозавры. Всякие там ребята из саванны и так далее. В общем, куча разных всяких животных. Даже вот есть некоторые домашние. Всякие там свинки, коровы и так далее. Да, собачки есть. Вот. Всякие шампанзе. И здесь вот всякие разные маленькие уже идут. Динозаврики там. Медвежата, бегемотики. Ну, в общем, кого-то только нет. По-моему, тут вообще все животные, которые только когда-либо были на свете, есть в этой коллекции. Да. Так вот это выглядит. Коллекция животных. Да. Клевенько, клевенько, клевенько. И, конечно, особо не поиграешь. Ну, думаю, о них особо больше нечего говорить. Поэтому давайте перейдем к следующей коллекции. А сейчас мы взглянем на, наверное, мою самую большую коллекцию игрушек. Это черепашки-ниндзя. Их у меня просто навалом. И я очень сильно по ним залипал в детстве. Да, что в детстве. Даже сейчас они мне очень сильно нравятся. До сих пор помню их клич. И иногда кричу его на улице, черепашки дерутся с честью. Да, олдфаги поймут. Это клич черепашек 87-го года. Да. Кавабанга. Все дела. Черепашья сила. Бла-бла-бла. Давайте же смотреть. Здесь у меня стоят игрушки по фильму 2007-го года. Здесь ребята по мультсериалу 87-го. Там даже есть по фильму старомодная черепашка. И остальные игрушки у меня все по мультсериалу 2003-го года. У меня даже есть логово черепашек из этого мультика. И сюда я поставил всяких разных прикольных ребят тоже. Например, черепашки из будущего. Рафаэль с Микеланджело. Они попали в будущее в шестом сезоне. И у них были специальные костюмы, чтобы они могли спокойно дышать. Также тут Микеланджело скатывается с такой веревки. Леонардо практикуется на шредере в своих боевых навыках. Маленькие черепашки смотрят телек. Донателло, как обычно, сидит в своей мастерской. Черепашка Титана расстреливает врагов из всяких присосок. Ну а Рафаэль с Микеланджело охотятся на монстрика. Ну и также Майки здесь еще катается на скейте. И да, хочу сказать, что вот у меня тут также есть самокат. Вы можете его заметить, я почему-то не нашел Леонардо, который шел вместе с этим самокатом. И если честно сказать, то у меня достаточно много игрушек потеряно. И я не знаю, честно сказать, куда они подевались. Потому что, когда я был мелким, они еще у меня были. Например, это вот этот Леонардо со скейтборда. А также, вот вы можете увидеть такую оранжевую фигню от Человека-паука. Это был Человек-паук в таком огненном костюме. Я тоже не знаю, куда он подевался. Если я найду картинки этих ребят в интернете, то я их буду также вставлять в видео. Так что вы будете хотя бы иметь представление, о ком идет речь. Вот. Помимо этого, также у меня есть всякие аксессуары. Например, вот этот фиолетовый крокодильчик от таких игрушек, которые были у моего брата. И, к сожалению, даже я их не застал. То есть, их потерял еще мой брат. Например, вот этот фиолетовый крокодильчик. Он вроде как от Кожеголового по старому материалу. Но я в жизни его, к сожалению, не держал в руках. Поэтому он был потерян. И мне не достался, к сожалению. Хотя игрушка очень прикольная. Я видел картинки. Также у вот этой черепашки по старому фильму вы можете увидеть Катану. Она также от Леонардо по старому мультику. Который тоже был, к сожалению, утерян, потерян моим братом. Ну, в общем-то, все равно очень классные игрушки мне достались. Ну, естественно, почти все здесь мои. Вот, например, из старых все игрушки достались мне от брата, кроме Бибопа и Сплинтера. У брата они тоже были. У него был даже Рокстеди. Но его были потеряны. Вот этих вот ребят мне купили родители, по-моему, в Турции в 2007, наверное, или в 2008 году. И я очень удивился, когда увидел этих чувачков в магазине, потому что они были в старой упаковке, выпускались они в 90-х годах. То есть им было уже в магазине 20 лет, то есть они были все запакованы, и я просто офигел, так и говорю родителям. Чуваки, это же типа старые ребята, почему они продаются, может, купим. Ну, они, конечно, ломались, но я их смог ломать. И у меня появились еще две раритетные фигурки в коллекции. Вот. Ну, коллекции, естественно, я сейчас называю этих чуваков. Ранее они были просто игрушками. Да. В общем, такие ребята. Здесь также есть их техника. Много техники. Такое колесо от Микеланджело из будущего. Также машина, несколько мотоциклов, вертолет. Также какой-то самолет от ребят Шреддера из клана Фуд. Вот. Такие дела. И здесь еще есть также маленькие черепашки. Они выглядят вот так. Здесь вообще их много на любой вкус и цвет просто. Вот. Такая коллекция. Мне лично очень сильно нравятся эти игрушки даже сейчас. Потому что, ну, они реально сделаны очень качественно и очень прикольно. Да. Ну, а рядом с черепашками расположились покемоны и дегимоны. В общем-то, вы их, я думаю, можете сами рассмотреть. Некоторых чувачков я даже просто не знаю. И... Может быть, они вообще не относятся ни к покемонам, ни к дегимонам. Вполне возможно. Если вы кого-то увидели, то ставьте паузу, скриньте и кидайте свои скриншоты в комментарии у меня в группе ВКонтакте. Группа называется SuperLegoMan444. Ссылку вы сейчас увидите на экране, но и также есть всегда ссылка в описании внизу. В общем-то, скриньте там, обводите каким-нибудь маркером и пишите, типа, вот этого чувака зовут так-то. В общем-то, он не из дегимонов и не из покемонов, а он оттуда-то, оттуда-то. Чтобы я знал. Потому что мне всегда было интересно, что у меня тут еще есть за левые чувачки. Кроме всех этих прикольненьких выдуманных зверюшек. И да, вот эти вот ребята, по-моему, коричневые. Это какой-то там японский Супермен или как-то они там его... Не помню, как-то они его назвали. Вроде еще о нем недавно выходил новый фильм. И, в общем-то, вроде это он. А может, это и не он. В общем, если вы знаете, тоже пишите, что это за ребята. И здесь вообще куча таких непонятных чувачков. Может быть, я когда-то, конечно, не знал, откуда они. Когда был мелким, может, разбирался. Но, по крайней мере, сейчас я точно не знаю, что это вообще за ребята такие. Вот. Так что, пишите, пишите, пишите. Все мне рассказывайте, если вы, естественно, сами знаете лучше. Здесь у меня куча всяких разных Пикачу. И я, насколько помню, здесь у меня только не повторные покемоны. То есть, в единичном экземпляре я, потому что помню, что год или два назад сортировал всех покемонов дома. И откладывал какие-то там повторные. То есть, например, видите, вот эти два Пикачу ничем не отличаются, кроме размера. А таких Пикачу было еще штук, наверное, семь у меня дополнительных. Вот. И, в общем-то, где-то должен быть еще мешок со всякими двойными покемонами, которые у меня здесь в коллекции повторялись бы. Найти бы его мне тоже. Не знаю, куда он подевался. В общем, такая большая коллекция маленьких ребят. А теперь давайте посмотрим на еще одну достаточно большую коллекцию игрушек, которая посвящена Marvel. Здесь просто куча разнообразных человеков-пауков. И я бы хотел показать вот тех, ребят, больших, которые стоят сзади. Они выпускались в серии игрушек Spider-Man and Friends. И, несмотря на их достаточно такие большие, жесткие размеры, этих игрушек они очень и очень классные. Мне вот лично они понравились. Здесь у меня стоит небольшая такая армия человеков-пауков. В том числе здесь есть Железный Паук. Человек-паук 2099 года. Человек-паук с щупальцами доктора Октавиуса. И еще всякие разные ребята. Там Человек-паук по третьему фильму Сэма Рэйми. Также здесь есть Человек-паук по первому, по-моему, фильму или второму Сэма Рэйми. В общем, всякие классные ребята. Также здесь у меня вот, например, стоит Человек-паук. Он там вот посерединке, сейчас на экране вы можете его увидеть. Он в такой позе стоит, потому что его надо было посадить в Паука-мобиль. Но я не могу почему-то его найти. Я не знаю, куда подевалась эта машина. И, в общем-то, он садился туда за руль, поэтому у него прямые ноги, не сгибающиеся. И руки также в такой позе, чтобы его можно было зацепить за руль. Вот. И также там еще Человек-паук на вертолете есть. Ну, а здесь куча разных врагов Человека-паука, которых возглавляет Кинг Пин. Или, как его называли в мультсериале 1994 года, Амбау. Да. Здесь есть также каноничные Крэвен-охотник и Скорпион. За ними еще стоит Скорпион из Ultimate Вселенной. Также всякий Стервятник, Мистерио. Кстати говоря, за ними еще пара Человек-пауков. Один из которых, по-моему, Паука-карнаж или что-то типа того. Но этот... Я его лично называю пьяным, дружелюбным соседом, потому что он совсем не стоит на ногах. И он держится только вот, опираясь на Мистерио при помощи своей руки. Вот. Поэтому я дал ему только недавно такое прозвище. Да. И вот всякие ребята тут даже есть веном на мотоцикле. Да, круто. И здесь также еще другие персонажи из Marvel сосредоточились на следующем столе. И да, тут еще всякие разные картонные фигурки, которые выходили в журнале «Играя учись с Человеком-пауком». Там были также всякие комиксы. Еще вот эти вот карточки тоже оттуда. В общем-то, здесь фигурки даже есть солдаты из Гидры. Дар Дейвил стоит. Фигурки Железного Человека и там еще... Не помню, как звали этого чувачка. В общем-то, по фильму Железного Человека, по первой части. Здесь стоит серебряный серфер. Куча всяких разных картонных фигурок. Да, кстати, здесь еще вот чужой, о котором я говорил ранее. И эти картонные фигурки, по сути, вообще выпускались для того, чтобы их можно было сбивать из водного пистолета. Да, и также здесь есть Маэстро, Халк, Шторм и Гарри Осборн из Третьего Человека-паука в виде Зеленого Гоблина. Да, вот такая коллекция. Очень прикольная, на мой взгляд. Но сейчас я бы хотел показать вам такой мой мини-город из всяких разных прикольных штукенций. Здесь у меня расположился Дикий Запад, всякие пираты, рыцари. В общем, много прикольных всяких штукенций. Вот. И еще я бы вам хотел показать, а вот тут я заметил сейчас, что у меня есть вот этот Покебол. Точнее, это Дигибол или как он там называется, не знаю. В общем, такая же фигня, что и у покемонов, только вот Дигимонов. Так, ну, в общем-то, здесь у меня расположился такой серый замок. Далее идет железная дорога, которая выглядит вот так вот. Также железнодорожная станция. Естественно, едет поезд. Также у меня было много всяких кораблей от пиратов, но я не знаю, куда они делись. И поэтому остались только вот два пирата. Ну, на самом деле, их больше пиратов. Они тут у меня по территории расставлены. Ну, в общем-то, они вдвоем тут сматываются от крокодильчика, рядом с пальмочкой, на одной красной лодочке. Да, все вот так вот уменьшительно, сказать, накручивать. Здесь у меня племя индейцев, которое, в общем-то, мониторит, как вот эти ребята везут сундук и всякий товар в вот этот вот городишко. Здесь быки всякие плодятся. И в самом городе произошло ограбление банка. Вон там два преступника убегают от нескольких шерифов, которые, не знаю, поймают или не поймают. Зависит это только от них. Ну, и здесь у меня стоит вот такой вот замок. И, походу, он сделан по Варкрафту, ну, либо просто персонажи напоминают героев этой игры. Не знаю, может быть, мне так кажется. В общем, сами на них посмотрите. Также здесь есть вот такой вот орк, или не знаю, как его назвать, тролль, орк и дракоша. Да, вот так вот это выглядит. Если помните, что это за серия игрушек, то тоже пишите в комменты. Мне будет интересно почитать, узнать и вспомнить. Ну, а над замком расположились всякие разные человеки-пауки и черепашки-ниндзя. Я постараюсь показать их сейчас вот чуть-чуть поближе. Да, некоторые из них сломаны. Как вы можете заметить, тут стоит у меня третий крэмин-охотник без руки. Потому что она сломалась у него в пакете, в котором он хранился. Со всеми остальными игрушками. И вот просто куча-куча-куча разных человеков-пауков. Некоторые, к сожалению, здесь китайские. Скорее всего, вы заметите, какие из них. Но, однако, я хочу вам сказать, что даже у китайских ребят, у некоторых, из именно этих чувачков, просто офигенное качество. Несмотря на то, что это Китай. И да, у меня здесь есть Леонардо. Точнее, там Донателло, по-моему. В золотой броне. Прикольненько. Вот такие чувачки. Ну и следующий стол рядом с ними занимают всякие разные пауэр-рейнджеры. Помимо пауэр-рейнджеров, вы здесь можете увидеть и всяких разных солдат. И просто всякие игрушки, всяких человечков, там и так далее. Ну, там трансформеры еще будут. Но я просто не знаю, кто это вообще такие. Поэтому называю этот стол столом пауэр-рейнджеров. Потому что я знаю только их. Вот. В общем-то, здесь розовые рейнджеры, зеленые, белые, серые, красные, желтые, синие, черные. В общем, на любой вкус. И также вот еще всякие динозаврики, на которых охотились вот эти ребята. Я не уверен, что они рейнджеры. Вот всякие динам. Парочка трансформеров. Здесь еще всякие аксессуары. Да, ребята из корпорации монстров. Чувачок, по-моему, из мультика Альфа Тим, если я не ошибаюсь. Очень классная фигурка. Она катается на спине. Также игрушки, сделанные по мульту Суперсемейка. И, к сожалению, они вообще никаким образом не встают на поверхность. Всегда падают. Вот, да, здесь еще есть дочка-невидимка. Это девочка, у которой башка реально стала невидимой. Вот, супер-быстрый мальчик. И единственная нормальная фигурка, которая хорошо стоит, это их вот этот младший сынок, которого украл в конце фильма этот чувак, злодей, и хотел себе забрать. Да, ну, кто смотрел, тот знает, что с ним произошло в итоге. Здесь еще пушка, снегоход. Ну, в общем-то, вот такие дела. И далее стоят всякие трансформеры и рейнджеры. Большие уже. Да, и вот этот очень крутой динозавр, который издает всякие звуки, рычит по-всякому, если ему там нажать на кнопочку. Вот такие вот ребятки. Вот как они здесь стоят. И так вот они выглядят. Ну, а под ними вы можете увидеть всю коллекцию моих машинок, которые у меня были в детстве. Да, здесь их вообще огромная куча, всякие разные машинки. Здесь у меня еще рядом стоит штатив с освещением. Так что не пугайтесь, что это за ножки. И здесь у меня даже есть две машинки. Это вот от Человека-паука и Венома из серии Hot Wheels. И рядом с ними еще какая-то пушка из того же самого набора. Я не знаю, может, там еще были какие-то трассы гоночные. Но не знаю. Вот такие вот дела. Такая вот коллекция машинок. И коллекция Пауэррейнджеров с трансформерами. Всякие разные Человеки, Пауки, Черепашки, Ниндзя. Игрушечный город. Да, тут чуть-чуть засветило, просто солнце выглянуло. Вот, я вроде бы сделал потемнее. Коллекция Марвел. Коллекция Черепашек-Ниндзя. Где они там? От Playmates Toys. Всякие дегимоны и покемоны. Динозавры и всякие звери. И коллекция DC. Выглянуло солнышко, поэтому вообще все засветило. В общем-то, вот такая коллекция моих игрушек. Я вам все показал. Если захотите, выложу более подробные видосы на второй канал. Ну все, погнали. Погнали. Давай. Сейчас посмотрим на реакцию моего племянника Савелия. на все эти игрушки. да не знаю пока только это нашел да потом прицепим конечно сюрприз ничего себе сюрприз чем много их тут еще много давайте фоткать такие тебе это на видео заснял уже будешь сейчас играть кто тебе больше всех нравится машинки черепашек посмотрел нет ты чего она не зайдет тебя конечно там за и тебя вообще дофига всего ты по-моему еще ничего не увидел кто черепахи ты выше голову подними вперед посмотри левее господи слова слепый шарик чё и когда ты теперь я прицеплю на этом плохо держится ну все теперь у тебя тут игровая комната ну вот и подошел к концу обзор на всю мою коллекцию игрушек да было счастливое детство и сейчас все это наследство перейдет еще и в следующее поколение да очень круто да столько ностальгии у меня было когда я это все расставлял просто капец вы не представляете наверное да очень клево надеюсь вам понравилось если вы хотите что-то более детально рассмотреть то заходите на канал влогов там скорее всего выложу видосики в которых буду подробнее показывать какие-то коллекции киты из вот этих армии вот так что заходите на тот канал второй смотрите ну или если вы захотите если будут положительные отзывы в коментах то может быть буду даже делать обзоры на какие нибудь там игрушки старые ну чисто чтобы вы детально на них посмотрели просто видели посмотри ну увидели как вообще это было в те времена потому что сейчас такие игрушки стоили бы очень дорого вот но в то время они были доступны конечно не то что сейчас вот на ладненько не будем затягивать на этом все подписывайтесь на канал ставьте обязательно лойсы пишите больше комментов и все нажимайте на колокольчик точно всем спасибо всем пока с вами был slm 444 игорь левичев по а и Продолжение следует...